От пациентки у меня папилломы гортани и на голосовых связках, а на КТ с контрастом врач ничего не увидел, и в описании нет, что они есть, вы сможете помочь. Понимаете, дело в том, что врач лор и фониатор увидел папилломы через эндоскоп и отправил меня на КТ головы и шеи с контрастом, я 12 мая сделала КТ, а в заключение почему-то их нет, я и хотела обратиться к вам, чтобы вы посмотрели мое КТ и может вы увидите их, также не может быть, что они мне мешают, а на КТ их нет. Консультативное заключение по представленным КТ томограммам пациентки. Дата исследования 12 мая 2023 года область исследования гортань. В левом ухе массивная металлическая серьга, которая дает выраженные артефакты на зону интереса. Также нет функциональной пробы с фонацией и отсроченной фазы сканирования, что крайне затруднило трактовку результатов сканирования. На сере МСКОДа области шеи получено четкое изображение зоны исследования в аксиальной, корональной, сагитальной плоскости, использованной трехмерной реконструкции. Анатомические пространства шеи хорошо дифференцируются. Заглоточное пространство, окологлоточное пространство, передняя и задняя шейная области не изменены. Носоглотка и ротоглотка без патологических изменений. По задней стенке гортоноглотки, на уровне границы верхней и средней трети надгортаника визуализируется включение размером 2х2х3 мм, вдающиеся в просвет гортани. Нативная плотность плюс 110 хаунсфилда, при введении контраста возрастает до плюс 138 хаунсфилда в артериальную фазу и до плюс 120 хаунсфилда в венозную фазу сканирования. Гортань без патологических изменений. Подъязычная кость структурна. Грушевидные синусы дифференцированы. Контуры голосовых связок четкие, ровные. Дополнительных образований в над- и подсвязочном пространстве не выявлено. Целостность хрящей гортани сохранена. Трахеи без особенностей структуры и размеры околоушных слюнных желез не изменены. Контуры их четкие. Сосуды шеи без видимой патологии. Косно-деструктивных и свежих косно-травматических изменений не выявлено. КТ-признаки умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. С обеих сторон визуализируются немногочисленные лимфоузлы, размером по короткой оси до 9-12 мм. С заключения КТ-картина образования гортоноглотки, на фоне лимфоадинопатии шеи. Рекомендована консультация лор-врача. 14 мая 2023 года К.М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарии врача-рентгенолога Папиломы на КТ всегда видны плохо, они очень маленькие и эндоскопом видны лучше, чем на КТ. Касательно данного исследования, у вас не выполнена функциональная проба с фонацией, нет осроченной фазы сканирования, да и серьга засветки дает все это значительно снижает информативность исследования. В гортане достоверно видно только одно образование, несколько мм в диаметре. Тут нужен осмотр лор-врача в динамике, чтобы оценить изменения размеров образования. Обращают на себя внимание увеличение лимфоузлов шеи, это может быть признаком как воспаления, так и онкопатологии, за этим также нужно следить. Лимфоузлы шеи вполне можно оценить на УЗИ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok